Уважаемые коллеги, изначально я хотел сделать небольшое видео об использовании твинкового артефакта при поиске камней в нижней третьей мочеточника и показать вам несколько видеофрагментов, но потом решил немножко расширить тему этой лекции и рассказать вообще о дополнительных приемах, которые мы используем при поиске камней в нижней третьей мочеточника. Но таких приемов, собственно, всего три. Это твинковый артефакт, это визуализация мочеточниковых выбросов и третий прием — это водная нагрузка. Причем, почему я выделяю водную нагрузку в отдельный прием, я думаю, вы поймете в конце этой лекции. Я вам покажу на конкретном примере, как это работает. Ну и чтобы сразу перейти от теории к практике, давайте посмотрим вот это видео. Мы видим нижнюю треть правого мочеточника, в котором определяется гиперхогенное образование с слабой акустической тенью, которая, возможно, является камнем. В режиме CDK мы с вами видим четко хвост кометы, вот этот твинковый артефакт, который как раз и позволяет нам подтвердить, что да, это действительно камень. Аналогичная ситуация с левой стороны. Также мы видим гиперхогенное образование, которое не дает такой четкой картины, и при включении доплера опять же мы видим четко твинковый артефакт. И видим, что это камень нижней трети мочеточника. Помимо мочеточника, естественно, твинковый артефакт может использоваться и для выявления небольших камней почек. Но почка – это орган, который очень хорошо кровоснабжается, поэтому, естественно, сигналы от сосудов, они нам, в общем-то, сильно мешают и не так четко, не так легко использовать этот артефакт для диагностики камней, как в нижней трети мочеточника. Справедливости ради нужно сказать, что в некоторых руководствах называется этот артефакт не твинкл, а твинклинг. По-русски, в общем-то, переводится это одинаково, и то мерцание, и это мерцание. И иногда, еще раз повторюсь, этот артефакт называется хвост кометы. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, а зачем, собственно говоря, такой узкой проблеме, как камень нижней трети мочеточника, посвящать целую, пусть и небольшую, но, в общем-то, лекцию. Позволю себе напомнить, что в мочеточнике есть три физиологических сужения. Это зона лоханочного мочеточникового сегмента, это место перекрестка с подвздошными сосудами, и самое узкое место – это, собственно, терминальный дистальный участок, это югстовизикальный и интрамуральный отдел мочеточника. Это именно та зона, та часть мочеточника, где чаще всего задерживаются наши камни. И таких пациентов много. Если мы посмотрим на структуру поступлений по скорой помощи, то мы увидим, что, наверное, 70-80% всех поступающих по скорой – это почечные колики. Для неурологов, которые, надеюсь, тоже меня смотрят, напомню, что почечная колика – это один из самых сильных болевых синдромов, известных в медицине. Боли связаны с нарушением оттока мочи, с резким повышением гидростатического давления в лоханке, с давлением паренхемы и нарушением кровообращения в паренхеме почки. То есть по генезу боли при почечной колике аналогичны болям при инфаркте миокарда. Поэтому они очень интенсивные. Иногда пациенты приезжают у нас на каталке практически в беспамятстве. Причем эти боли развиваются внезапно и пугающе внезапно, и очень быстро. Как мне рассказывал один из пациентов, у него потягивал бок, когда он в лифт заходил на 13 этаже. Он нажал на первый этаж, а когда он очухался, он нашел себя сидящим на полу в лифте. То есть у него настолько интенсивная была боль в процессе движения еще лифта, что он даже не помнил момент, как он доехал до первого этажа. Вот настолько интенсивные боли. Такая яркая клиническая картина делает почечную колику очень простым состоянием для диагностики. И я могу сказать, что скорая помощь практически никогда с этим диагнозом не ошибается. Посмотрите на этот слайд. Для неурологов, для урологов все это знают, для неурологов давайте проговорим основные моменты, которые мы должны знать. Во-первых, почечная колика – это самая частая ургентная патология в скорой помощи. И большинство пациентов, поступающих по скорой, это пациенты с почечной коликой. Самостоятельно отходят камни в течение 2-3 недель. Единого срока нет. В некоторых руководствах пишут 2 недели, в некоторых пишут до 4 недель. Я обычно ориентирую пациентов на 10-15 дней. Если в течение этого времени камень не вышел, нужно готовиться к госпитализации и камень из мочеточника удалять. Подавляющее большинство, 70-80% камней, отходят самостоятельно. Это мы можем и понимать сами, и ориентировать наших пациентов на то, что лучший способ избавиться от камня – это его естественное отхождение. Камни, находящиеся в нижней третье мочеточника, вызывают дезурию. Это частые позывы, это болевые ощущения внизу живота, отдающие в головку полового члена, в яичко, в большую половую губу у женщин и так далее. Для психологов почечные колики делятся на 2 категории. Почечные колики с дезурией, когда камень уже находится в нижней трети и, скорее всего, в ближайшее время выйдет. И почечные колики без дезурии, когда камень находится в верхней и средней трети мочеточника. Как правило, полной обструкции камень не вызывает. То есть какое-то количество мочи мимо камня проходит. То есть полная обструкция, блокированная почка – это достаточно редкая ситуация. Так называемая камнеизгоняющая терапия или литокинетическая терапия, к сожалению, не способствует скорейшему отхождению камня. Главная ее задача – это обезболить пациента, облегчить симптомы, пока камень отходит самостоятельно. Обильное питье не способствует отхождению камня. Поэтому питьевой режим для пациента обычный. Мы объясняем, что вторая почка хорошо работает и всю лишнюю жидкость из организма она выводит. И есть такое старинное высказывание, что камни гонят не моча, а умение врача. На что остроумные студенты обычно добавляют, что камни гонят не врачи, а давление мочи. Но это не совсем так. В случае развития лихорадки требуется экстренная госпитализация для дренирования почки. Поскольку лихорадка говорит о развитии так называемого абструктивного пионефрита. Это возникает осложнение достаточно редко. Особенно редко у мужчин. Многократно чаще это возникает у женщин. Но к такому развитию мы должны быть готовы. И наших пациентов надо инструктировать, что в случае повышения температуры они должны быть госпитализированы. Особое отношение у нас к пациентам с сахарным диабетом. Поскольку у них развитие пионефрита, в том числе с развитием абсцесса почки, может протекать очень латентно, без повышения температуры, без выраженного болевого синдрома. И такие пациенты требуют особого отношения. И последний пункт. А какого, собственно говоря, размера камни могут отойти самостоятельно? Ну, нужно понимать, что каждый пациент имеет собственную анатомию. Каждый камень имеет свои особенности. Одни камни шероховатые, другие камни гладкие. Анатомия, повторюсь, тоже разная у наших пациентов. Поэтому универсальность считается, что камни до 7-8 мм отходят самостоятельно. При этом, из любого правила есть исключение, мне приносили пациента камни до 1,5 см, которые отошли самостоятельно. И когда спрашиваешь, а как вы это пережили? Говорят, ну, было непросто, доктор, было непросто. И наоборот, я помню, как Ивана Константиновна Яненко, если кто-то не знает этого имени, обязательно посмотрите в Википедии. Это действительно выдающийся человек. Вот, я помню, как-то она рассказывала на лекции, что доктора, говорит, не забывайте, камни, они как собаки, чем мельче, чем злее. Поэтому иногда даже камень 2-3 мм может стать причиной тяжелого обструктивного пионефрита. Или привести к развитию гидронефроза и гибели почки. Вот, поэтому к любому камню мочеточника нужно относиться со всей серьезностью. К сожалению, время от времени приходят пациенты, у которых была почная колика. Им было когда-то, несколько лет назад сказано, что камень небольшой, сам выйдет, не переживайте. Они действительно не переживали, боли не повторялись, а потом через какое-то время выяснялось, что камень не отошел, и почка с течением нескольких лет погибла. И такие пациенты приходят к нам на нефрактомию. Ну а теперь, после такой небольшой теоретической части, давайте опять вернемся к практике и посмотрим на конкретном предмере, что такое мочеточниковые выбросы и водная нагрузка. Обратился пациент, ну давайте в рамках программы импортозамещения назовем его Вася Пупкин, который рассказывает, что в течение двух недель он находится на больничном по поводу почечной колики. То есть две недели назад была сделана компьютерная томография, выявлен камень мочеточника, после чего боли не повторялись, и он пришел, он обеспокоен своим состоянием, вышел камень, не вышел, с его слов камень не отходил. Начинаем мы делать УЗИ почек, и мы видим, что почки практически нормальные. Да, и расширения мы не видим, камней мы не видим. После этого мы просим пациента пойти выпить литр или полтора литра воды и прийти к нам, когда появится позыв к мочеиспусканию. Ну, причем такой же, приличный позыв, да, не при первых признаках, а когда уже сильно хочется. Начинаем мы обследование с УЗИ мочевого пузыря, ну, во-первых, посмотреть, действительно ли он накопил мочу, а во-вторых, чтобы посмотреть мочеточник и выбросы, и видим, что мочеточник и выбросы прекрасные, и справа, и слева, полноценные, хорошие, ритмичные. То есть, складывается впечатление, что никаких проблем с оттоком мочи по мочеточникам нет. Но затем мы с вами ставим датчик на левую почку, и мы видим, что картина изменилась. На фоне водной нагрузки у нас появилась калликопиоэктазия, мы видим расширенный мочеточник, и мы видим, как здесь показано прекрасно, камень в верхний третий мочеточник. Какие выводы мы можем сделать из-за рассмотренного случая? Ну, во-первых, случай, конечно же, нетипичный, но мы видим, что далеко не всегда наличие камня в мочеточнике – это калликопиоэктазия. Особенно, когда пациент обезвожен, летом, в жару, мы можем не увидеть расширения, потому что, повторюсь, как правило, моча мимо камня все-таки проходит. Существует такое понятие, как вентильные камни, которые в каком-то положении пропускают мочу, и, соответственно, болевой синдром уходит, а в каком-то положении они перестают мочу пропускать, и появляется расширение собирательной системы и соответствующие боли. В-третьих, отсутствие мочеточниковых выбросов или резкое их снижение, допустим, мы видим 5-6 выбросов справа и только один слева, это очень характерный признак для камня мочеточника, но тоже, к сожалению, не обязательный. В данном случае мы видели, что моча поступала и справа, и слева совершенно прекрасно, как будто никакого препятствия и нет. Водная нагрузка закономерно приводит к усилению диуреза, и, соответственно, мы видим то расширение мочеточника и собирательной системы, которую мы не видели до момента гидротации. Это очень полезный и важный прием, которым я призываю пользоваться и не пренебрегать. Ну и, наконец, самый главный и, в общем-то, неутешительный для нас вывод, как бы ни была крепка наша вера в возможности ультразвука, как бы хорошо мы не владели этой методикой, как бы не хорош был наш аппарат, и как бы невелико было наше желание сэкономить деньги наших пациентов, но если мы хотим на 100% проверить наличие и размеры, и локализацию камня мочеточника, мы, к сожалению, все-таки должны направлять пациентов на компьютерную томографию с внутривенным контрастированием.